Сегодня мы берем интервью у заместителя декана по воспитательной работе Яковенко Елены Анатольевны. Добрый день. Добрый день, Ля. Ну, начать с первого вопроса, наверное, сразу. Ну, давайте начнем с первого. Как вы выбрали свою профессию? Ой, ну, свою профессию я выбрала очень давно, еще, наверное, в начальной школе, потому что мне очень не нравилось, как преподает моя учительница начальных классов. И я решила, что надо обучать детей как-то по-другому. Мне хотелось вот прям с первого класса всех чему-то учить. То есть учить за место у учительницы, потому что она делалась неправильно? Да, потому что она позволяла там себе кричать на нас, обижать. Плюс со мной там учились двое ее родных детей, которых она могла там ударить при нас, предположим. То есть, да, воспоминания о начальной школе у меня такие своеобразные. Думаю, сейчас бы она бы уже в нынешних условиях не смогла бы работать. Ее бы уволили, скорее всего. Да, ее бы, скорее всего, уволили. Вот. Поэтому мне казалось, что это неправильно. И я думала о том, что бы я делала на ее месте, как бы я себя вела в той или иной ситуации, как бы я себя повела по отношению к тому или иному ребенку. Ну, вот вы же тоже учились в институте нашем, да? Какой была ваша студенческая жизнь? То есть вот у нас она разгульная, не делание уроков, заданий домашних, да? И какая была она у вас? Так, ну, во-первых, не могу не прореагировать на только что сказанное вами замечание. Да, я вылечу, а поздно я знаю. Да, да, то есть будем исправлять, потому что надо заниматься, конечно, учебной деятельностью. У нас, конечно, тоже, как и у любого студента, в общем, традиционная пословица работает от сессии до сессии. Вот. Жили мы достаточно весело, но, тем не менее, мы, естественно, делали домашнее задание, ходили на занятия. Вот. Жизнь студенческая была очень интересная. У меня была очень интересная и веселая группа, с которой, мы, предположим, часто пели преподавателям песни. У нас была такая очень поющая группа нашего потока факультета. Вот. Ну, по мере возможности старались, естественно, учиться. Но мы практически в полном составе закончили математический факультет, поскольку были одной из самых сильных групп нашего потока. Вели нас, естественно, кстати, большая часть тех же преподавателей, которые преподают у вас. Поэтому я надеюсь, что вас тоже обучат учиться, потому что нас учили в том числе и учиться. А может, какую-нибудь интересную историю расскажете из студенческих лет? Ну, из студенческих лет... Ну, истории у нас много было интересных. Практически каждый день чем-то запоминался. Ну, наверное, пожалуй, одно из самых запоминающихся – это было посвящение студенты. Она у нас тогда проходила не так, как сейчас. То есть помимо вот этих традиционных заданий, которые вы получаете, когда первый курс идет от нашего корпуса до старшего, мы посвящались обычно не на территории данного округа. То есть, предположим, а группа посвящалась на Старом Арбате. То есть нам было дано задание нашими кураторами собрать деньги, на которые мы должны что-либо были купить в деканат. Вот. Значит, и мы, соответственно, решили подарить декану Сергею Александровичу Жданову цветок. Вот. И мы на Арбате пели песни. Но тут оказалось, что мы мешаем выставке кошек и собак, которая проходила рядом, и позвали милицию. Ну, в общем, милиция, поскольку понимала, что выставка кошек и собак тоже вроде как не очень санкционирована, и мы не санкционированы, им стало нас жалко, после того, как мы им спели песенку про то, какие мы бедные и несчастные. И в итоге мы пели две песни, потом рекламировали выставку кошек и собак. И тогда женщина, которая занималась рекламой, от нас отстала. Вот. И мы таким образом посвящались. А почему именно МПГУ, а не какой-то другой юз? Педагогически. У нас же всё-таки есть какое-то разнообразие. Ну, после того, как... Ну, во-первых, я долго думала всё-таки с выбором профессии, несмотря на то, что, как я уже сказала, мне в начальной школе ещё захотелось быть учителем, к старшим классам мне стало казаться, что это нерентабельно, маленький заработок. Плюс, конечно, к старшим классам я уже осознанно понимала, насколько тяжела всё-таки работа учителем, хоть и интересно. Вот. То есть пробовала поступать и поступила, и в вузы в том числе, не педагогические. Но в педагогическом вузе в нашем меня привлекла атмосфера, то есть именно приёмная комиссия. Документы у меня принимала Анна Валентиновна Никифорова. Вот. Да. И Анна Валентиновна, и девочки, которые работали в приёмной комиссии, с которыми я потом работала в этой же приёмной комиссии, ну, смогли меня убедить, что на математическом факультете очень хорошие люди, и, как я сейчас часто люблю повторять, что действительно одна большая семья. Вот. То есть после того, как с тем, что это всё-таки будет педагогический вуз, я определилась на том, что это будет именно МПГУ, вообще вопрос не стоял, потому что, ну, понятно, если уж поступать в педагогический, то, наверное, конечно же, нужно выбирать было лучший, и на тот момент лучшим и сейчас лучшим ведущим под вузом страны остаётся наш университет. Кто для вас в жизни является главным авторитетом? То есть это могут быть родители, там, какие-то преподаватели? Ну, вот как раз, когда мы с вами обсуждали наше интервью, я говорила, что есть вопросы, на которые мне сложно отвечать, это вот ровно один из них, потому что, ну, пожалуй, я не могу выделить главного авторитета, потому что жизнь состоит из многих сфер, то есть это, естественно, и личная жизнь повседневная, это и профессиональная деятельность, и в каждой из них есть свои авторитеты, и я, пожалуй, не могу выделить то, что является того человеком, который является основным. То есть, конечно, значит, с точки зрения профессиональной деятельности есть и авторитеты и на нашем факультете, я никого перечислять, кажется, не буду, не дай бог кого-нибудь не забыть, не обидеть и так далее, потому что я благодарна каждому преподавателю, который меня вёл. Я работала в многих школах, в каждой из них тоже были преподаватели, и не всегда это были преподаватели математики, информатики, на которые хотелось равняться, потому что, предположим, одно время я работала в гуманитарной гимназии, там были потрясающие гуманитарии, которые я постоянно ходила на урок для того, чтобы научиться преподавать, то есть работать с детьми. То есть дело не в содержании урока, а именно в способе его проведения. А какого видится ваша жизнь через 20 лет? Или жизнь факультета через 20 лет? Да, через 20 лет. Как они будут связаны? Я надеюсь, что они будут связаны, потому что я думаю, вы уже в курсе, одно время я уходила с факультета, то есть я увольнялась, 3 года меня здесь не было, но жажда вернуться на матфак была непреодолимой, и я очень рада, что меня пригласили обратно работать на факультете. Я надеюсь, я надеюсь на то, что, конечно, будут решены какие-то общие вопросы образования, которые имеются в нашей стране. То есть, первый, наверное, основной вопрос, про дыры мы уже вспоминали, да, это вопрос финансированный. Я надеюсь, что он будет, в общем, решен и с точки зрения обеспечения школ, с точки зрения обеспечения вуза, и мы сможем действительно готовить современных учителей математики и информатики на современной материально-технической базе. Поэтому я надеюсь, что все будет взаимосвязано, в общем, и сможем уже перестроиться под новые стандарты педагога и готовить, в общем, вас всех дальше. Что ни за одного нашего выпускника нам никогда не будет стыдно. Получается, вы хотели бы остаться на факультете дальше? Да, я хотела бы остаться работать дальше на факультете. В общем, мне это все-таки более интересно, чем работа в школе. Мне больше нравится, в общем, работать, наверное, с более старшим возрастом, потому что это интереснее. Ну да, со мной будут не согласятся многие коллеги, которые будут рассказывать, в общем, о том, какие чудесные пятые и шестые классы. И, кстати, наши выпускники, которые, естественно, идут работать в школу и работают сейчас в пятых-шестых классах, с каким-то неописуемым восторгом мне рассказывают, как у них детки решили какой-то примерчик. Меня вызывает восторг, когда дети решили какой-нибудь интегралчик. Вот, когда они сложили две обыкновенные дроби, к сожалению, почему-то восторга я не испытываю. Вот. Так что надеюсь, да, что педагогическая деятельность будет продолжена, неоднократно я пыталась из нее уходить, но в других сферах мне скучно и негде развернуться. Сколько раз в пятый и шестый класс вы сказали, мы вот с ребятами ездим в школу же, получается, вот мы вчера были в 627-й, и про математику древнегреческие для пятых-шестых классов. Я был удивлен, насколько они умные, насколько они сидят на седьмом-восьмом уроке и продолжают слушать, не беснуются, не общаются. С ними, наверное, действительно очень легко работать. С ребятами, да, вот, кстати, по поводу мотивации в школах, сейчас дети более мотивированы в каком-то плане. Я не знаю, правда, куда у них эта мотивация к старшим классам девается, вот, зачастую. Хотя вот сейчас в той школе, в которой я работаю, с 9-11 классами, ситуация такая же. То есть, ну, вот, предположим, на прошлой неделе была репетиция у них осеннего балла у 9-го класса. Они ко мне не пришли на один урок, но они ко мне пришли, попросили, можно ли мы останемся еще на один. То есть тоже 5 вечера мы сидим, они решают. То есть им интересно, они спрашивают, в общем, приносят, книжки показывают, которые они купили, по которым они готовят. Спрашивают, что я рекомендую им еще. То есть мотивация действительно есть. Я очень рада, что если вы смогли заинтересовать 5-6 классы. Ну, тут вопрос, у каждого преподавателя есть какой-то свой любимый, в общем, какой-то возраст, какие-то любимые темы. Ну, вот вы даже сами, как школьники были. Наверное, же разные темы интересовали. То есть в каждом предмете было любимое. Вот те же 6-е классы. Мне, например, неинтересна была история средних веков, которая в 6-е классы проходила. Но при этом мне интересно, там была история России 20-го века. То есть то, что старше класса было. Но при этом мне интересна была история древнего мира, которая была в 5-м классе. Да, предположим, если историю берем. Вот такие ребята, я думаю. Про древних греков, я думаю, им интересно, если бы вы начали с ними текстовые задачи решать по учебнику. А они бы все были условно так же. Да, они бы не решали. Но плюс учить на 7-8 уроке, если им интересно, если им понятно, они решают. Если им неинтересно или непонятно, они начинают отвлекаться. Так же, как и вы на парах. Ну, мы вообще часто спим. Мы вообще часто спите, да-да-да. А вот у меня вопрос назрел, которого нет сейчас в интервью даже. Какое у вас отношение к ОГЭ и ЕГЭ? Насколько их введение было полезным? Потому что вот я знаю, а ты на Сене пара относится негативно к ЕГЭ, считая это необъективной формой оценки знаний, так сказать. Я, пожалуй, соглашусь с Сергеем Львоновичем, как и со многими своими коллегами, в том, что на ЕГЭ и ОГЭ не проверяется знание предмета. Проверяется способность учителя, репетитора, самого учащегося натаскаться на решение заданий определенного типа. Потому что, ну, вот классически привожу, сам, например, вот у меня коллега, которая ввела математику в том классе, в том я являлась классным руководителем, весь год решала с ними текстовые задачи на смеси и сплавы, потому что эти задачи давал Статград. А в итоге на реальном ЕГЭ попалась задача на движение по воде. Ребята, у которых с математикой все в порядке было, до работы с этим учителем, естественно, решили. А те, у кого были проблемы, ну, кроме смеси и сплава, собственно, ничего решать и не умеют из текстовых задач. И то, даже если много переформулируется, эта задача детям будет выпадать. Да, конечно. То есть они опознают конкретную задачу в конкретной формулировке. То есть конкретный тип заданий. То есть почему-то никто не думает. То есть вот если берем математику, да, значит, ЕГЭ по математике, там, например, первая задача с развернутым ответом, там решение уравнения с отбором корней, тригонометрическое уравнение с отбором корней. То, что происходит, уже не первый год. А на самом деле там по спецификации решение уравнений или систему уравнений. Никто не мешает дать систему уравнений, которая будет решаться каким-то методом замены, предположим. Вот. А ребята натасканы только на что-то другое. Или берем ЕГЭ по информатике, да, открываем там какое-нибудь определенное задание, там задача на систему исчисления. Там может быть задача на то, чтобы перевести число из одной системы исчисления в другую. А может, вот, предположим, сегодня как раз решали с четвертым курсом, там, сколько двоек содержится там в числе 9 в 35-й, минус 9 в 7-й, плюс 3 в квадрате, переведенный в троичную систему исчисления. А все это задача на систему исчисления. И они считают, что если они умеют переводить из одной системы исчисления в другую, то все в порядке. То есть это, во-первых, А, ЕГЭ и УГЭ не являются объективной оценкой знаний, Б, идея о том, чтобы уравнять возможности абитуриентов при поступлении в ВУЗы, не выполняется, потому что, естественно, вот, даже из личного опыта, работала в гуманитарной школе, где у меня было 3 часа алгебры, 2 часа геометрии в старшей школе, работала в лице информационной технологии, где у меня было 6 часов алгебры, 4 часа геометрии. Ну и плюс, например, есть задания, которые я, в принципе, не понимаю, то есть если мы идем по базовому уровню, то есть где мы должны были это пройти. То есть у нас не профильный класс, а самый вот обыкновенный класс, где мы должны были пройти те или иные, в общем, задания. Какой у вас был самый безбашенный поступок в вашей жизни? Хороший вопрос. Значит, ну, из безбашенных, ну, матфак, мы все можем. Вот, ну, ровно мотивируясь этим девизом, в свое время мы, ну, хотя бы в свое время, пару лет назад, отдыхая в Крыму, в общем, решили посмотреть местные водопады. Экскурсовод нас убедил, что все безопасно, поскольку там даже бабушки могут пройти. Значит, я его пыталась убедить, что наши бабушки, участвуя в Великой Отечественной войне, в состоянии пройти везде, и это не значит, что мы там пройдем. Ну, подруга сказала, ну, мы же матфак, пойдем. И мы в итоге полезли по скалам, без страховки, без снаряжения и так далее. Ну, это было, конечно, очень весело, но когда мы слезли, я думаю, боже, что же мы натворили? Ну, потому что, цепляясь там практически пальцами за уступы какие-то скалы, не имея, в общем, никакой подготовки к этому, никакого снаряжения, имея там где-то глубоко внизу, далеко, глубоко какое-то ущелье с горной речкой, ну, было красиво. Были красивые водопады, красивый вид. Вот, да. Продолжая тему, есть ли что-то такое, что вы никогда не попробуете и не посоветуете попробовать другим? Ну, наверное, даже если абстрагироваться от таких типичных, от этого, как наркотики, там, ну, это понятно. Что-то еще? Знаете, мне кажется, что кому-то что-то предлагать там или не предлагать делать, это абсолютно бесполезно. То есть человек делает свой выбор, и пока он сам не поймет, что ему нужно или не нужно это пробовать. Да, конечно, нельзя там вместо того, что нужно или не нужно, для этого там пробовать правильно наркотики. Да, это, естественно, поэтому делать не нужно. Вот, ну, это банальные вещи, о которых можно долго говорить, на самом деле. Ну, пожалуй, нет, такую бы я вещь не назвала, если мы исключаем, да, вот банальные, вредящие здоровому образу жизни вещи и действия, какие-то поступки, которые вредят, естественно, жизни окружающих людей. То есть, вот, пожалуй, так назвать. То есть, все, что входит, значит, ну, что можно не попробовать. Я не знаю, что можно попробовать. То есть, ну, опять же, кроме грубанальных. Наверное, нет, нет таких вещей, которые бы я там предлагала не пробовать или не пробовать сам, потому что ко всему есть вполне определенный интерес. Ну, просто понятно, что если какой-то роду деятельности даже, например, нет интереса. Ну, то есть, вот, я подозрительно отношусь к воде. То есть, я ее не очень люблю. Ну, наверное, я не буду там, да, заниматься дайвингом. Ну, потому что я себя неуютно вот чувствую, да. Вот. Да, я там, предположим, как и большинство людей, неуютно себя чувствую в самолете. Все-таки как-то опасность, опасность большого пространства, пустоты под ногами, она несколько напрягает. Но, тем не менее, это, ну, наверное, нужно вот тут, нужно побороть себя и, например, да, сесть в этот самолет, чтобы посмотреть какие-то другие места, в общем, ну, то есть, понятно, можно, конечно, долго и упорно, там, 30 с лишним часов трястись в поезде. Вот, поезда, кстати, очень люблю. Но, тем не менее, или за 2 часа долететь. То есть, тут, да, тут нужно пробовать, потому что, то есть, бороть свой страх, в общем, или там, то есть, есть страхи, которые нужно бороться, тогда я бы предложила с ними бороться. А есть, естественно, то, что не нужно. То есть, вот, есть там неизведанная та же, да, область, там, принятие каких-то веществ, вот и не нужно туда наведываться. Но я считаю, что все равно в любом случае человек делает сам свой выбор. Вот, например, давайте теперь поговорим про ваш музыкальный вкус. А просто даже в Инстаграме много фотографий из музыкальных фестивалей каких-то группных у вас. Какую музыку вы слушаете? И участвовали вы в каких-то музыкальных группах, когда-то в каких-то проектах? В музыкальных проектах я не участвовала, по причине того, что «Медведь на ухо» наступил. Вот, ну, музыку я люблю, на самом деле, достаточно разную. Но, наверное, на первом месте стоит рок. Как я думаю, уже, собственно, если вы на мой профиль в Инстаграме ссылаетесь, можно было, да, догадаться. В общем, поэтому всегда поддерживаю, за что зачастую имела какие-то конфликтные ситуации с администрацией учебных учреждений, потому что, естественно, там вопрос поколений и так далее. Вот, ну, я, в общем, за хорошую музыку в плане того, что, ну, вот, как сами видите, как зам ДК в сайт на работе, я не ограничиваю, так скажем, различные музыкальные выступления. Да, есть то, к чему я там могу относиться с настороженностью. Вот, но если это хорошо сделано, это имеет место быть. Какие-то музыкальные группы конкретные, если бы я назвать, которые вам нравятся больше всего? Музыкальные группы, ну, в основном, это, да, это русский рок, наверное, да, не будем сейчас говорить о том, о философии данного направления, существует он, не существует он и так далее. В общем, ну, наверное, в принципе, и что можно отнести к русскому року? Ну, из групп, наверное, это группа Пикник, группа Алиса. Ну, это группа чай, наверное, вот основные три, которые есть. Ну, и последний вопрос. Если бы вы поймали золотую рыбку, какие три желания бы вы заглядали? Ну, золотая рыбка, вещь такая абстрактная. Я, в принципе, думаю, что для золотой рыбки можно было бы одно желание, в общем, загадать. Мне кажется, что основное, ну, вот это просто такое мнение у меня сложилось, просто уже из личного опыта, из событий некоторых жизненных, что основное, это чтобы все были здоровы. Если у человека есть здоровье, главное, если здоровы его близкие, я считаю, что все остальное можно исправить. Мне когда-то, в общем, один мой коллега сказал хорошую вещь, что исправить можно все, кроме смерти. То есть вот, наверное, рыбке бы я как раз бы загадала желание, чтобы все были здоровы, тогда можно, в общем, с этим работать. То есть дальше можно идти к любой намеченной цели, верить в себя, там, как говорится, не замечать никаких препятствий. Но если при этом, в общем, есть какие-то проблемы у самого себя, причем это речь идет не только о физическом здоровье, речь идет в том числе о душевном здоровье, то есть о моральном. Потому что если у человека проблемы даже душевно-морального качества, например, это очень важно для педагога. Если у педагога какие-то трудности жизненного характера, и он в этот момент по этой причине не уравновешен, еще что-то, у него и работа не ладится. То есть и то же самое, естественно, если какие-то трудности подобного характера у шленов его семьи, у близких ему людей, то такая же, в общем, проблема тоже возникает. Поэтому я бы пожелала просто, чтобы у всех было крепкое здоровье, и тогда, в общем, я уверена, что все дальше образуется. Спасибо за интервью. Спасибо. Спасибо, что уделили нам время. Всегда, пожалуйста. Спасибо.